В Акермане очень скоро появится парк аттракционов. Такой проект решения на заседании исполкома озвучила начальник управления экономического развития Наталья Коваль. Разместить его планируют на одной из спортивных площадок города. Планируется с 26 апреля по 22 мая 2016 года на территории спортивной площадки по улице Победы разместить аттракционный комплекс «Корсо-парк». Все необходимые документы в правильной экономике предоставлены. Согласно проекта решения о размещении временных сооружений на территории города, сейчас проходит процедура заключения договора и определения стоимости за используемую городскую землю. У членов исполкома возникли вопросы и о стоимости входного билета. Как рассказала Наталья Коваль, для малообеспеченных семей и воспитанников детских домов будут предусмотрены бесплатные посещения. Но точного количества бесплатных билетов пока назвать не могут. Кроме этого, на заседании в связи с многочисленными обращениями граждан обсудили торговлю рассадой на улице Николаевской. Планируется размещение торговли рассадой на территории города, на отрезке улицы Николаевской, от улицы Московской до улицы Святой Георгиевской. Это будет только месяц, 22 апреля по 21 мая. Сугубо рассада цветами, помидоры, именно рассада. Но это решение вызвало весьма бурную реакцию у присутствующих. С одной стороны идет борьба со стихийной торговлей, а с другой стороны ее разрешают. Мы не собирали рабочую группу по этому поводу. И проблема в том, что для того, чтобы они там не находились, тогда там никто не должен находиться. На сегодняшний день у нас совершенно не решается ситуация со стихийной торговлей. Мы ее решить не будем. Вы сами видите, что происходит. И логично было их заявление, что мы уйдем, мы перейдем на какой-то рынок. Но на это место перейдет просто стихийная торговля, или другие принуды станут, они ничего платить не будут. Мы побороть их не можем. Поэтому сначала нужно решить вопрос, как убрать стихийную торговлю. А после этого они спокойно будут торговать на тех местах, которые мы им предоставим внутри каких-то рынков. Нам нужно к этому вопросу подходить комплексно. А не так, что мы сегодня их убрали, вот этих людей, которые там, можно сказать, полгода готовились к этому сезону, чтобы заработать эти деньги. Они нет больших, там небольшие заработки, нет хорошей жизни, они туда идут. Это тоже прекрасно понимают. В итоге оба решения поддержали. А вопрос о стихийной торговле обещали пересмотреть комплексно. Но пока это только в планах. Наталья Чеботарь, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.